Вы слушаете Радио Болткома. Утро на Болткоме. Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Мы продолжаем работу в прямом эфире. Как обычно, по понедельникам в это время на прямой связи с нами Никита Троянский, эпидемиолог из отдела вакцинации Национальной службы здоровья. Доброе утро. Доброе утро. Да, ну вот кто-то радуется, кто-то огорчается, кто-то скептически относится. Но у нас сейчас вот дискуссии в обществе и, кстати, в политических кругах, даже медицинских, мы видим и эти передачи, и дискуссии как бы повернулись. С одной стороны, может быть, это хорошо. Из того, как мы должны беречься, в сторону того, как мы должны теперь свободно жить. Как вы это воспринимаете? Ведь рано или поздно, с другой стороны, это должно было наступить. Может быть, это хорошо, что мы дошли уже до такой степени, что мы можем говорить о том, как снимать те иные послабления. Что вы на это скажете? И насколько еще можно мы говорить о том, что у нас еще присутствует дельта? Ведь это очень важно с учетом специфики вот этого штамма. Да, я думаю, это отличная новость. Тот факт, что мы уже на самом деле можем планировать будущее без значительных ограничений, конечно, до следующей волны. Я думаю, следующая волна произойдет осенью, и наверняка тогда опять придется какие-то меры предосторожности вводить обратно. Но по поводу дельты мы видим на примере Дании, где более 99% это омикрон, притом другой омикрон, не тот, что у нас БА.1, АБА.2, уже новый подвид омикрона, но в больницах все равно треть госпитализованных это люди с дельтой. То есть дельта приводит к серьезным последствиям. По Латвии у нас таких данных нет пока что. Но я думаю, что сейчас главный все-таки повод еще чуть-чуть потерпеть это огромное давление на больницы и на семейных врачей, которые просто не справляются с потоком зараженных. И в больницах многих есть давление на терапевтические койки. То есть люди, которые не с ковидом как основным диагнозом, а, например, с инфарктом, все больше и больше попадают в больницы на фоне ковидного заболевания. Ну и еще, конечно, тот факт, что в больницах сейчас не хватает работников. Многие болеют, многие контактники или сами заражены. Невозможно не обратить внимание, Никита, на ваши слова по поводу новой волны. Вы с каждым нашим эфиром все более уверенно об этом говорите. А что дает вам такую уверенность? Во-первых, даже если забыть про эволюцию коронавируса, и тот факт, что могут появиться новые штаммы и наверняка появятся, есть два обстоятельства. Во-первых, вирусам характерна сезонность. В феврале, например, большинство респираторных вирусов достигают пик сезонности за счет того, что воздух холодный, вирусам это нравится, воздух достаточно невлажный, и вирусы лучше выживают. И поэтому сейчас воздух все будет становиться более и более таким неблагоприятным для выживания вируса, и поэтому волна закончится. И в сентябре опять сезонные факторы сделают воздух, климат более благоприятным. Но и люди больше времени будут проводить внутри помещений, что тоже способствует распространению. Ну и во-вторых, все-таки иммунитет, как мы видим, достаточно быстро улетучивается. Например, иммунитет против трансмиссии. И, соответственно, в сентябрю, наверное, те люди, которые сейчас переболеют омикроном, вполне возможно, смогут опять распространять этот вирус достаточно эффективно. Как минимум, мы это видели на примере предыдущих штаммов. Да, вот вы упомянули карантин. Действительно, об этом тоже ломает копья политики. И каждое министерство, естественно, исходя из своих запросов, своих представителей отрасли действует. Вот Министерство образования говорит о том, наверное, тоже в этом есть резон, что надо прекратить эту бесконечную отправку на удаленку школьников. Если у кого-то, например, по пятницам чаще всего школьники сдают этот тест, потом выясняется, что у кого-то позитивный. Если в понедельник дети пришли в школу, у кого-то позитивный, их потом опять отправляют на удаленку. Доходит до смешного. Там мне рассказывают, что, к примеру, у нас изучение языков, например, латышского, английского. Иногда группы делят классы пополам. И если один учитель говорит, у нас отправили полкласса на удаленку. Я говорю, я не понял. Говорит, ну вот учитель как раз латышского языка, который в нашей группе, он оказался ковид-позитивный. Симптомов не было, но ковид-позитивный. Полкласса отправили на удаленку. Я говорю, слушайте, скажите, а этот учитель, он как? Спустился как-то, не знаю, на парашюте? Ведь он был в школе. Он заходил в учительскую. Он заходил в столовую. Он весь день общался с разными учащимися. Почему полкласса? Нет, сразу к детям. Ну, то есть, мне кажется, что или, особенно учитывая специфику омикрона, ну, тогда уже всех на удаленку, или мы прекратим людей без симптомов и без позитивного теста отправлять домой. Вот так, по крайней мере, считает Министерство образования. Что вы думаете? Не знаю, с научной точки зрения. Ну, я думаю, что вот в данный момент, когда мы, собственно, приближаемся к пику заражений, наверняка на этой неделе этот пик будет достигнут, нет поводов вот прямо сейчас что-то ослаблять. Но, в принципе, в будущем, я думаю, что да, в школах может быть более как-то релаксированные требования к карантинам. Например, один из вариантов, который стоит рассматривать, это только в случае, если три и более зараженных детей, например, в классе, то тогда класс отправляют на карантин, чтобы не было ситуаций, где одновременно по всей стране 10-20% классов на удаленке. То есть, я думаю, можно тут искать какой-то компромисс, но с научной точки зрения это, конечно, не совсем обоснованно, потому что мы знаем, что коронавирус распространяется по воздуху, и поэтому, если ребёнок сидел хоть на задней парте, то за 40 минут в плохо вентилированном пространстве, конечно, и до первой парты дойдёт этот вирус. Что касается отмены сертификатов, как, например, это сделали... Ну, внутри страны. Да, внутри страны, как это сделали наши соседи. Мы опять видим отставание наше и от Литвы, и от Эстонии. Бизнес опять страдает, наши соотечественники предпочитают ездить на короткий какой-то отдых, там вот маршрут выходного дня, что называется, либо в Литву, либо в Эстонию, соответственно, там Вильнюс, Каунас, какой-нибудь Таллинн красивый и так далее. Как, опять же, вы с научной точки зрения относитесь к этой теме отмены COVID-сертификатов внутри страны? Ну, с одной стороны, Литва, у которой даже больше смертей на душу населения в данный момент от коронавируса выбирает вообще самый такой фривольный путь, где всё отменяют. С другой стороны, Эстония, мне кажется, более научно это делает, и они, например, в ближайшее время отменят сертификаты лишь для подростков, то есть 16, 17, 18 лет. 17 числа, да. Да, а потом уже они как-то подчеркнули определённое количество госпитализаций в день, то есть сколько людей будет в день стационироваться, и когда вот будет достигнут этот минимум, то тогда можно уже думать о полной отмене сертификатов. Это то, как я понимаю, эстонское регулирование, и мне кажется, это более правильно, я думаю, что нам стоит в большой мере в принципе копировать подход Эстонии. От кого это зависит, копировать эстонский сценарий? Я думаю, во многом это зависит от консенсуса между министерствами. У министерств, мне кажется, три раза в неделю совещания, где они, собственно, гармонизируют свой подход. Вы готовы на соответствующем заседании предложить подобный подход? Да, я думаю, я сегодня, собственно, буду рассказывать на таком совещании наши новые прогнозы, и я, в принципе, могу с вами поделиться, что выглядит, что ситуация не так плоха, как сначала казалось. Все-таки все больше и больше данных, чтобы делать вывод, что омикрон не просто на треть мягче дельта, но выглядит, что еще больше, значительно, две трети, может быть, мягче, чем дельта. Даже и плюс у нас в обществе уже достаточно большой уровень иммунитета. Поэтому я думаю, что в больницах единовременно в худшем случае будут находиться 2400 человек, но, скорее всего, 1700 человек что-то в этом радиусе. Это все равно, конечно, страшно, но уровень выжимаемости тоже будет выше. Я правильно понимаю, что это благоприятный прогноз, потому что сейчас не дотягивает до тысячи количества госпитализированных? Это по сравнению с тем, что мы прогнозировали в начале января, это очень хорошие новости. Конечно, я понимаю, что мы тут говорим о госпитализациях, и сложно это видеть как хорошие новости, но на самом деле выглядит, что эта волна может и не обернуться нам таким страшным коллапсом, которого мы боялись в самом начале. Вот исходя из этого, понятно, что мы возвращаемся к той теме, которую мы, в принципе, уже в предыдущих эфире обсуждаем, но все-таки исходя из этого, не нужно ли, может быть, и в процессе кампании вакцинации, всегда возникает, конечно, вопрос, легко сказать, как это сделать, все-таки сфокусироваться на вот этих бустерах, для уязвимой части. То есть мы же понимаем, что кто сегодня госпитализируется, да, не дай бог. Ну ладно, про острую хирургию мы не говорим, инфаркты, инсульты, то есть другие действительно очень тяжелые, угрожающие жизни ситуации. Может быть, действительно нужно бросить все силы, средства, даже, не знаю, не только кнут, но и пряник, чтобы вот этих людей привить бустером. Ну ладно, про тех, кто вообще не привит, это тоже отдельная история. Я не знаю, что тут еще можно сделать, да, но вот, может быть, на этом надо сфокусироваться. С одной стороны, Алик, все-таки у бустеров в контексте волны Omicron было и чуть другое предназначение. Бустеры уменьшали трансмиссию и риск заражения. И мы видим это на примере Великобритании, что риск заражения достаточно значительно в 2-3-4 раза в зависимости от исследования снижается. Так что бустеры в этот раз могли помочь вообще сгладить волну и уменьшить общее число заражений. Но, конечно, по госпитализациям это все-таки первичная цель бустеров. И я думаю, что и к следующей волне, возможно, политика вакцинации будет фокусироваться почти исключительно на группах риска. Но, с одной стороны, Алик, все-таки у нас есть тут хорошие новости. Потому что если мы посмотрим на сеньоров, то есть людей старше 60 лет, которые закончили свой первичный курс до 30 июня, то среди них уже более 80% либо сделали бустеры, либо переболели в течение последних шести месяцев. То есть, в принципе, есть определенный фокус. Это значительно выше, чем в целом по обществу. Тем не менее, поступили данные. Мы смотрим сообщения агентства ЛЕТО. Они ссылаются на Национальную службу здравоохранения и говорят о том, что темпы вакцинации продолжают снижаться. Ну, это с учетом общего, наверное, количества уже вакцинированных. Мне кажется, здесь надо очень... Но учитывается и бустер. Да-да. Несомненно. То есть, я не хочу хорошими новостями про уровень охвата бустерной вакцинации сказать, что у нас в этом плане все хорошо. Нет, на самом деле, мы сейчас достигли рекордно низкого уровня бустерной вакцинации. Сейчас в среднем в день 2,5 тысячи бустеров всего лишь делаются. Когда в рекордный момент мы делали 9 тысяч бустеров. То есть, в 4 раза ниже почти. А скоро будет еще ниже. Это понятно. Мы, так сказать, с логикой дружим, я надеюсь. И причины мы тоже прекрасно понимаем. Во-первых, потому что все-таки у нас в день регистрируется по 10 тысяч зараженных. Мы понимаем, что их, скорее всего, 20 тысяч. У меня много знакомых, которые просто уже отчаялись куда-то дозвониться и сказали, какой смысл. Мне через неделю запишут в лабораторию. Уже от этого вируса, скорее всего, не останется следа. Ну, что же я с насморком без температуры сейчас побегу еще в какие-то лаборатории записываться. Поэтому это раз. Ну, и во-вторых, все-таки действительно у нас очень много людей ведь привились полностью в октябре и ноябре, когда их, будем говорить, дипломатически заставили это сделать. Поэтому, может быть, у них еще не подходит срок действия сертификата, и они не побегут делать бустер. Ну, что-то тут с ними не сделаешь. Правильно? Какую бы рекламу ты бы не пускал. Или я не прав? Ну, я думаю, в большой степени вы правы, потому что сертификат, как механизм мотивации делать бустеры, в данный момент может не так эффективен, потому что на момент 15 февраля лишь около 50 тысяч человек из тех, которые еще не получили бустеры, увидят, что у них закончится сертификат. Но к 1 апреля это количество уже 250 тысяч. То есть мы ожидаем, что может в марте у нас удержится хотя бы нынешний темп бустерной вакцинации, но может даже увеличиться. Ясно. Ну что ж, спасибо большое. Будем следить за ситуацией. И за хорошие прогнозы тоже большое спасибо. Приятного дня. На связи. Мы с Абиком удалимся на недолгую паузу, после которой поговорим о питании. Дело в том, что в пятницу был подписан меморандум между Министерством здравоохранения, Ассоциацией диетологов и специалистов по питанию, а также рядом производителей продуктов питания о содержании в том числе определённых сахаров и солей в тех самых продуктах, которые мы потребляем. Это очень важно, потому что чем больше люди находятся на самоизоляции, тем у них соблазн питаться много. Вот-вот-вот. И неправильно. Об этих привычках мы поговорим. А ещё очень интересно, заметили ли диетологи, как, возможно, за последний месяц-полтора поменялись наши привычки питания в связи с подорожанием всего и вся. И разговаривать мы станем со Светланой Алексеевой, сертифицированным специалистом по питанию, в общем-то, членом Ассоциации диетологов в Латвии. РАДИО БОЛТКОМ РАДИО БОЛТКОМ